проверка звука мы выходим эфир всех приветствую кто к нам подсоединился пишите слышно ли нас видно ли нас вот какие-то идут идут уже я плохо здесь вижу но уже ведут отклики да все нормально со звуком напишите пожалуйста какой-нибудь отклик гитару слышно ли у нас все живое онлайн поэтому это не телевидение не студия восстанкина это магазин христиане и это лучше да это за best поздравляю всех с арестом христовым вот наконец-то мы дождались дожили вот хорошее у нас настроение несмотря на то что такой год был пробивались вот ну я допустим лично не потерял оптимизма слава богу сейчас мне такое ощущение что нахожусь на поле боя падают бойцы там один упал санитарка потащила его в госпиталь вот как там звук скажите звук отличный прекрасно вот с нам еще не татьяна она директор магазина да татьяна диктор ты вот махать руку это да очень рада вас видеть нашу магазин да и лучше и воочию да конечно приходите к нам в гости властях ждем я думаю что мы будем здесь какую-то делать тогда серию концертов ну будем привлекать внимание потому что так то что что находится вокруг меня вот эта атмосфера первое что я бы зашел сюда меня поразило атмосфера я сразу поймешь из такой чет такое родное теплое и хочется что такое как-то от всего отрешиться где-то сесть в кресло и и как-то забыть во всем а тут как раз и гитара вот и с нами сегодня еще сергей шилиговский звукорежиссер спасибо всем вот вы сегодня это все будет меня поддерживать а сегодня я поделюсь с своими песнями всегда это с удовольствием делом сейчас мало концертов но тоже не хватает не хватает такого общения живого ведь слава богу есть интернет я допустим сейчас мою песню а вы скажете все ли в порядке магазин христиане это одежда для христиан и православных христиан я думаю и другой другие конфессии здесь могут одеваться вот здесь очень все стильно современно вот сделано из высокого качества из натуральных натуральных материалов так смешно когда делаю рекламу я тоже никогда ничему не делаю рекламу сейчас не иногда для союза телеканала союза я говорю чтобы люди жертвовали телеканал союз на пожертвования существует вот а здесь просто хочу привлечь внимание действительно для меня это открытие открытие года магазин христиане песня а где-то там небеса где нет ни ни боли ни страха ни слез лишь только вера глаза сияет сотнями звезд и в этой горестной тьме мечами это ю доли земной легко и радостно мне когда любовь есть со мной но как же соединить любовь земную с небесным огнем как не жив без границ на перекрестке своем душа стремится туда где будет новая жизнь или смерть я узнаю тогда зачем я должен здесь петь ну как же соединить любовь земную с небесным огнем как не живет душа стремится туда где будет новая жизнь или смерть и я узнаю тогда зачем я должен терпеть ну как же соединить любовь земную с небесным огнем как не живет без границ на перекрестке свою а где-то там небеса где нет ни боли ни страха ни слез лишь только вера глаза сияет сотнями звезд и в этой горестной тьме печальная тьме печальная тьме доли земной легко и радостно мне когда любовь есть со мной да действительно нас спасет только любовь ничего больше ничего не надо придумывать надо стремиться к любви да есть разные любовь вот и в том числе и плотская или любовь к чему-то но выше всего это конечно любовь к богу и любовь к ближнему как из как и сказано в писаниях вот к чему мы должны стремиться к любви с большой буквы я значит поймался на мысль что здесь мне очень уютно хорошо что поется здесь хорошо прям душа разворачивается вот такое ощущение что я дома есть тепло поэтому я с удовольствием хочется очень попить но и поговорить наверно тоже может быть как-то я походу буду соображать я спою сейчас наверное песни все-таки рождественскую так как идут святки но бывает так что вспомним эту историю как мари и иосиф пришли на перепись пришли в город рифлеем и не нашлось им места нигде все гостиницы были переполнены и вот и кто-то их из милости пустил на ночь потому что холодно было и на ночь пустил их в хлеб обыкновенный переночевать там родился спаситель мира христос что самое удивительное звезда остановилась именно над этим местом именно туда пришли пастухи которые были призваны ангелами они были в таком страхе в трепете до них это было то есть господь пришел к простым людям прежде всего шли волхвы за звездой ирод злобствовал думал и боялся что на его власть будет посягательство земной царь вот а господь пришел на не для этого да он пришел чтобы нас предупредить конечно но это для того чтобы спасти души наших мир всегда практически всегда гибнет в грехе это все происходит от со времен Адама и падения до наших времен все потому что мы нарушаем заповеди элементарно человек погибает от того что нарушает заповеди и каждый знает какую на самом деле если мы будем в этом каяться и справляться то у нас открывается возможность вернуться в наше отечество небесное все так просто вот но не так просто потому что возвращаться очень тяжело вспомните историю блудного сына вот вместе со свиньями поесть из лоханки еды вот променяв променяв свое ну богатство состояние вот на такой вот все прокутив и многие находятся в этом в этом положении состоянии точно я вижу как священник вижу как приходят люди к которым Богом было дано все как они приползают потом покаяние и Господь их прощает и они опять восстанавливаются но у них уже есть опыт опыт возвращения Богу и вот эта песня как раз о том что бывает и в жизни человеческой когда ты приходишь а дом закрыт вот и и и и ты иди куда хочешь и делай что хочешь и такие истории были у меня священник приходит человек пьяненький немножко и говорит я приходу домой а квартира закрыта ключ вставляю а ключ поменен стоит у двери рюкзак чемодан с вещами вот просто выставлен это жена и дети приняли решение так так свою папу поступить своим папой и папа начинает свой путь жизненный куда он идет как вы думаете он приходит в церковь начинает там послушать потом он попадает в монастырь потому что у него проблемы в монастыре он в итоге становится трудником и монахом и сейчас это монах вот которые знают вот такие истории а просто однажды родные и близкие не пустили но на самом деле мне кажется что они правильно сделали что он так себя вел у него никто не мог выдержать а в итоге видите чем закончилась эта история ну и песня когда тебя не пустят в дом не будет ни огня ни кровь но и сон тебе такой приснится как будто в ясе как в небе вспыхнула как в небе вспыхнула мальчик 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 выда это даст такой пример богом младенец родился в яслях униженный и распутился на воплотить человеческой пати недавно очень интересно очень интересный случай который прочитал интернете вот наверное вы тоже читали вот там значит семья и жена и муж муж никакую веровать не хотел верить не хотел и значит а жена ходила храм молилась за него а он упорство да говорит никакого бога нет и зачем это ему было воплощаться какой-то бог унижать себя до человечества родиться в грязном хлеву что это такой забол но однажды она пошла на рождественскую службу ночную а он остался дома зажег камин сел там не знаю что глинтвейн пил что на музыку слушал и вдруг а была в юга поднялась юга и летела стая гусей и эти гуси их сбило ветром и они приземлились целая она не кружили на гоняда они кружили над их домом и они искали где бы им укрыться вот он когда он вышел он понял не сначала один гусь конечно попал в окно и упал прямо на пороге вот и он и значит его выскочил думал куда что же гуси кружится кружится он понял что их лучше было на эту непогоду укрыть своем сарае вот и сарай и он стал их заманивать и кричать гуси там давайте в сарай вот они не они же не понимали ничего он показывал крошил им хлеб дорожку из хлеба вот но ничего гуси а гуси в тревоге в трепете то что они гибнут кружили как будто просили у него о чем-то и тогда к нему пришла такая мысль а что если у него сарае тоже свои гуси были а что если своего гуся вытащить кинуть его а гусь то все равно вернется в свой сарай правильно же правильно и он вышел бросил в стаю этого своего гуся и гусь полетел сара а за ним все остальные так что скорости весь сарай забился гусями они там сидели там было тепло вот там было что поесть и тогда-то до него дошло почему христос воплотился нашу человеческую плоть бог и человек вот это такое таинство вот и мы живем в этом то есть постигает таинство мы живем а я уже говорил в начале о том что так вот мы доводимся до такого состояния когда нам господь дает благодать мы и тратим и потом взываем к небу или обижаемся что господу с претензиями почему ты меня вот почему я болею почему ты мне отнял богатство работу жену еще что такое прочее человек никогда человек не хочет найти свои вины это очень трудно делать в основном хочется кого-то все-таки обман обвинить перевести стрелки вся жизнь человеческая это возвращение к богу так еще хочу я спою песню которая называется возвращался к богу человек где такая вот эта тема понимать хочу напомнить вам что мы находимся в магазине христиане вот где нашел такой приют ехал поморозусь через пробки и вдруг попадают такую атмосферу теплую вот здесь магазин христианской одежды православной одежды где такое интересное сочетание почему православный здесь есть символика до христианская символика на на всех изделиях и сам магазин христиане вот очень красивые изделия сам сижу в такой называется таня как называется это то мне чем все жилет она вязана шерстяная вязаная жилет но мне мне на время концерта дали и поносить на века у меня жилетки нет но такой легкой представляете ну такой как это я имею ввиду что теплый на теплый на легка была теплая одновременно спасибо рождественский подарок вот я тогда еду песку еще еще буду бодрее спасибо большое буду буду носить джерки вспоминать на вашу теплой атмосфере вашего магазина значит так ну и хочу песню спеть возвращался богу человек в той стране отчаяние зла солнце жгло и падал черный снег и душа бесчувственной было шел в пыли дорожный запекли слезы по родному очагу ты держись мой брат такая же пробивайся через не могу возвращалась к богу человек вот конечно вся жизнь это бой если мы не участвуем в бою значит мы сидим в тылу награды вот на на небесах нам не будет и жизнь наша это прозябание конечно это хорошо конечно устроиться где-то там ближе к кухне вот но моя тоже тоже моя личная моя лично подговорит о том что это плохо быстро жиреешь вот быстро привыкаешь хорошему и уже боишься нос высунуть когда вообще трудные встречи наступают пытаешься или на кого-то свалить или избежать всяческим образом а жизнь это бой и вообще нет никакого даже просвета нет но к этому надо привыкнуть и воспринимать это радостно радость этого боя и побед я лично слышу но если я устал все достало человек и люди жалуются на жизнь такой дар господь им дал а мне все плохо все плохо жена не то вот муж не тот работа не то путин не тот сегодня то денег мало а вот что такое счастье да что такое счастье то что то что сейчас есть вот сейчас есть вот я держу в магазине христиане вот это счастье вот а я все поеду сейчас себе на храм вот счастье вот там у меня люди и я с ними буду общаться они с своим проблемами они тоже заблудились как эти гуси холодные январский вечер в метель они ищут тепла а сейчас в мире очень мало тепла очень мало надо и вы знаете надо как сделать свою жизнь надо окружить себя просто хорошими людьми вот и все и когда ты окружишься хорошими людьми у тебя всегда будет хорошо вот это к этому нам стремиться последите внимание внимательно в какой среде находитесь приходит ко мне человек батюшка я матерюсь вот не вот не могу у меня всего ломает я уже несколько лет пытаюсь агром нет работе на стройке ну понятно а там мужики они без мата вообще ничего не могут они друг друга не понимают без мата если им сказать извините пожалуйста вот это кирпич положите пожалуйста сюда и немножко побольше растворчику добавьте человек смотрит на тебя как на идиота оказывает трехэтажным матом пошлёшь говоришь раствор не добавляется вот типа экономит а потом налево куда-то забывают для примера когда матом говорят он все понимают все и пошел исполнять это значит ну что если ты мучаешься от этого мучаешься это не твое сообщество или ты внедряйся туда и внедряй культуру ну но для этого нужно как каким-то человеком для этого нужно авторитет иметь и духовно такой стержень послушались тебя услышали а значит ты в этом обществе ничего не знаешь и твое мнение ничего начинал стараться я браючу томат не слышу ему нигде он только на меня смотрит то есть я таким себя кружу общество когда не ругается матов нет нет не бухает не курит и общем нет нету прецеденте основном людям вот возьми наркомана до вывези его деревню год два-три он употреблять не будет будет работать все все мы хорошо вывези его город на один день и он тот же окажется нигде тут же найдет мгновенно старых друзей которые еще живы оставить всегда провоцирует поэтому подумайте вот и рождественские дни к среда я думаю если одеть футболку христиане тут ты сразу будешь позиционироваться как как определенная среда не тебе уже кое-кро не подойдет вот даже крест сюда здесь я вижу кресты на неделях они такие художественные изображения но все-таки крит вот таня тут жена хочет что-то подсказать мне показатель давай покажем светоотражающие кресты буквально сегодня была передача по первому каналу передачу первого канала что нет не про нас про светоотражающие элементы что они очень важны особенно в темное время суток сейчас да и вообще вечером до когда не вот еще посмотрите здесь молитва на левой руке если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так что могу и горы переставлять а не имею любви то я ничто послание каринтон 13 2 вот такая штучка может оказаться вас но я больше рекламирует ничего да то мне все это подарит все все легко и шутка и не попросить пожалуйста что это я так просто очень хочется помочь им я их давно знаю они кстати помогали мне развиваться в инстаграме сейчас у меня уже почти 9000 подписчиков вот поэтому я может это долгу до благодаря морская важного ваших христиане нашей вашей вот у меня увеличилось количество подписчиков вы имеете возможно даже час это все видеть слышно так сумму что надо какой-то песню спеть у меня есть песня говорил о том что жизнь это бой и за многие вещи нужно платить кровью сто процентов это тоже мною проверено расплачивается приходится кровью своей собственной за грехи точно было и хорошо что это происходит в этом на этом в этом мире на этом свете когда человек после смерти он уже не имеет возможности покаяния за него только можно молиться поэтому и и вечный бой походит нам только снится если называться кровью нарисованный бой кровью нарисованный бой снегом занесенные сны как нам научиться с тобой дожить до весны днем холодеет струна ночью лампада горит утром глухая стена с тобой говори если бы не радость и свет если бы не горечь и дождь как бы получил ты ответ зачем ты живешь если бы не море добра если бы не совесть и глаз если бы не совесть и глаз в спальнике был ты вчера и кто ты сейчас пёрышко на ветру буквится на песке щетка морской волне звезда вдалеке надо с ней душою запеть надо победить этот страх сердце любовью согреть все в божьих руках кровью нарисованный бой снегом занесенные сны так и доживем мы с тобой до новой весны утром всей душой запоем ночью зло расцветится в прах будем стоять на своем все в божьих руках 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 я же не хотел быть священником ну не думал никогда не то что не хотел не думал когда-то буду священником когда молодой был потом последствия мы даже были в момент когда отрицал бога доказывал что его нет я его искал и когда не находил он стоял рядом а я его не находил это как слепой котенок знаете он ничего не видит и значит ничего нет нет он знаешь что то есть ищет что-то большое и теплое вот к чему можно это чем можно получить питание вот я точно так же и как я мучился такой умный был а потом беда пришла и и все я мгновенно стал верующим человек и так очень многих людей происходит через через беду я хочу поделиться с вами но новой своей песне так так с песнями мертвые мертвые не умирают так бросил а вот она называется чайная ложка чая я сейчас ее постараюсь пить она может второй раз исполняется уже третий всего лишь и каждый раз я просто новому от прокатываю откатываю посмотрю как она для самого себя и для людей мужики вот она песня она возникла у меня просто когда я взял зачерпнул ложку чая чая обыкновенного черного байхового и пока нес до чашки я люблю заваривать прям чашку бросать и сверху кипятком и пока я нес у меня родилось доститворение а музыка просто сел сразу побежал сел сочинил и сразу и спел даже мне показалось что она очень простая ну по макарне тоже сочинил и естеды вот прибегать же улены я песню где-то и слышу нелан такой пожал причем он побежал харистина гринга старую бичем бегал бегал где за ребятами то есть уже до песни как не никто не слышал тогда он понял что то и вот и он не сочинял она ему приснилось песня а сейчас она шедевр мировой классики симфонической оркестры играют вот чайная ложка чая ну и не претендую так чайная ложка чая небо надежная си завтра себя встречаю в городе завтра к себе приеду в новые времена будем вести беседу в городе где весна там где земля уходит там где с собой на ты буду в сухом остатке буду в сухом остатке новые песни ждать лучше чайная ложка чая ночью ночью в своей тетрадки вымолив благодать чайная ложка чая чайная ложка чая небо надежная си завтра себя встречаю в городе уветрин завтра к себе приеду В новые времена Будем вести беседу В городе, где весна Там, где земля уходит Там, где с собой натык И мы что-то вроде Прошлое, жечь мосты Чайная ложка, чайная Посвящаю эту песню всем слушателям Вашего канала «Христиане» Я понимаю, как вам трудно-то все давалось Как трудно пробиваться в сырьяном мире Занять свою нишу Бренд Все такое проще И чтобы подписчиков было как можно больше Потому что вы не просто магазин Это миссия Я так понимаю, миссия Потому что, ну, какой человек может одеть такую футболку? Какой? Человек, который уже готов ее одеть Но некоторые просто красиво Но они становятся носителями тоже В то же время Символики христианской А почему мы ее стесняемся? Почему мы должны стесняться? Сейчас, конечно, враг очень сильно борет Верующих людей И сейчас общество настроено Очень сильно настроено Посредством интернета Потому что это вопросы веры Потому что народ может держаться только верой Могут меняться Правительства Экономики Вирусы будут меняться А вера-то остается Как говорят По вере ваше Это будет вам Если народ объединено Это скрепляющее Это основа Поэтому нас дербанят Подпихивают нам информацию Вот Чтобы мы начали сомневаться Это целая целенаправленная работа Что? У врага какая задача? Разделяй и властвуй Нас разделить И над каждым Можно властвовать спокойно Все эти сайты И порно И развлекательные И фильмы специально создаются И сериалы Чтобы только люди бы не задумывались О своей жизни Не ставили главный вопрос О своей жизни Для чего я живу? Во что я верую? Что для меня самое главное в жизни? Вот Люди просто текут И общество потребления А сейчас Этим вирусом Вообще Хотят Уничтожить часть населения Вот Но у нас есть вера Есть она Я это вижу И на своем примере На примере нашего храма Святителя Василия Великого Васильного роща Кто-то еще не бывал Приезжайте От метро просвещения Идут Петербург От метро просвещения Идут Маршрутки 15 минут И в нашем храме По свободам Воскресеньям Там литургии Все ночные На праздники Вот приезжайте У нас очень хороший храм Мы молимся У нас Очень хороший приход Такое содружество Это как семья Создавался годами Это вот знаете Люди Это как Как золото намывать Люди Это как нырять За жемчужины На глубину моря За людьми Надо так Нырять Жизнь Все что плавает На поверхности Сами знаете Вот Что это такое Вместе со всей Этой рекламой Приходится Трудиться И каждый человек Это знаете Как такое Сито Сито Все Милюзгаз Раскакивает А крупные Самородки Остаются Ну мы работаем Со всеми Со всеми Я стараюсь Никому не отказывать Единственное Что меня надо Догнать Ну если догоните Иной раз Бывает Что я иду Просто Ну откуда-нибудь Куда-нибудь Или в машину Сажаю человека Чтобы поговорить Пока едем Хоть как можно Так Вот У меня даже Была мысль Открыть Услугу Священник За рулем И пока он Везет тебя Такси Священник Пока он Человек Везет тебя Священник Потому что Священник На самом деле Сейчас Пандемия Народу мало Ходит И священникам Приходится Зарабатывать Даже В других Странах Вообще Священники Работают Или они На задержание Государства Есть Такие тоже Страны Потому что Налоги Включена Помощь церкви Десять процентов Десятину Люди платят На содержание Храмов Священников А у нас Священник Должен сам Выживать Как может Представьте Себе Деревня Батюшка Один С матушкой Четыре Пять Старух Вот Которые Практически Всю пенсию Туда Батюшке Относит А ему Надо и свечи Им надо И ремонт И крыша Прохудилась И дрова На зему Топить Потому что Нет И электричество Чего Там только Надо До Храма Храм Это целый Организм Живой И зарплату Сторожу И детей Пять Шесть Человек Тоже Как батюшки Батюшки Ходят Один у меня Делает Гробы Другой Колозцы Копают Третий Электрик Священник Ходит Бабушка Електричество Делает Вот Так Кто-то Кредиты Даже Влезает Что Как-то Вырулить В этом Году Ну Слава Богу За все Слава Богу За все Я Не жалуюсь Грех Жаловаться Но получилось так Что я стал Медийным человеком А была идея У меня построить Храм Гитарой Вот Потому что Я понял Что Вот Это наша будка Трансфавраторная С которой Сейчас храм Сделали Я когда Подошел К ней У меня Было 500 Рублей В кармане И будка Такая Громадная Разбитая Полная Мусора Там Какие-то Ямы Березы Растут На крыше Вот Все Загажено 20 лет Туда Мусор Сносили В эту Будку У меня Пришло Решение Как Сверху Когда Увидел Эту Будку Вот Она Нам Не давали Храм Восстанавливать Василия Великого Разрушили Самое интересное Когда Разрушали Никаких разрешений Не надо было Снесли Просто Бульдозером Храм Василия Великого Василия Восстанавливать И что Только Не делал Нет И все Ну вот Я нашел Трансфонарат Рунную Будку И Подхожу 500 Рублей В кармане И Знаете Вот Что значит Божья Милость Господь Намерение Целует И Господь Стал Помогать И Тут же Мне Предложили Передачу Вести На телеканале Союз А я только Вышел С гитары Я понял Что А как Я больше Ничего Кроме Гитары Ничего В руках Держать Не умею Вот Я вышел Стал выступать И Деньги С концертов С каких Выступлений Я Денежку В храм Кладу А потом Вышел На телеканал Союз И Я там Мог Параллельно Как сейчас В магазине Христиане Я что-то Говорю О том Раз И Немножко Поговорить О материальном Хотя Оно имеет Духовную Подоплеку Вот И все Теперь я стал Медийной Личностью И Господь Не помогает И сейчас И храм Не узнать Сейчас мы Колокола Дорожки Сделали Сделали Построили Часовню Взыскания Погибших Антикоронавирусную Часовню Где икона Божией Матери Взыскания Погибших Прекрасная Икона И Вообще Все Все меняется К лучшему Почему Почему Потому что Это благоволение Есть Божие На этом Потому что Открылись Шлюзы Каналы Вот И Господь Дает благодать Для совершения Света Если бы Не было Божьей воли Ты хоть разшибись В лепешку Ну а что это самое главное Самое главное Это самому Остаться человеком По-моему Такое Самое главное И вот Настоятелю Это тяжело Трудно Остаться человеком Возможно Но это искушение Много Будут Быть настоятелем Это очень много Искушение Такс 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 Ну и дальше Я не знаю Сколько тут По времени Что-нибудь Такое Спеть Чего хочется петь Да Вот так Скорее всего Я в последнее время Достаточно мало Уступаю В связи С отсутствием концерта Я спою песню Белые птицы Белые, белые птицы Легкие, как бича В окна моей темницы Будут с небес кричать Окна мои Открой Я для далеких птиц Будут смотреть За мною На белизну страниц Белые птицы Белые птицы Белые птицы Белые-белые птицы, Лёгкие, как печаль, Будут всю ночь мне сниться И на листах молчать. Мне, конечно, интересно, как там реакция, есть ли люди, что они пишут. Спасибо за приветствие, очень рад, что мы друг друга слышим, видим, есть такая возможность. Еще хотел спросить тоже, вообще, вот этот формат, как он воспринимается. Вот отец Анатолий в одежде, среди елочек. Браво пишет. Браво? Ого, спасибо. Всегда очень приятно за такие, за какой отдых. Сердечки. Сердечки. Да, да, у нас сердечки. Значит, у нас сердечная передача. Да, ну пусть пишут, что, может быть, какие-то замечания есть, может быть, плохое освещение, или там. Вопрос можете ответить? Да, если есть вопросы какие-то, я пока еще есть у нас время, я могу на небольшие вопросы отвечать. Ну ладно. Спою песню, я рисую город на стекле. Так как я выехал в город, мы там, я живу в деревне, значит, и осиновый рощадь, у нас храм в зеленом, зелененький участник, такой, как островок. Поэтому я в город сейчас не стремлюсь. Если бы только не такое событие, как в конце встречи, я бы не поехал. Я рисую город на песке. Люди морят, птицы, облака. Знаю, все лежит в твоей руке. Знаю, это добрая рука. Там на перекрестке зла добра. Там, на пике смерти и любви. Город мой зла да селебра. Не нарисовать, благослови. Золотое солнце в небесах, золотые птицы в облаках. Золотые песни на устах, радость золотая в образах. Я рисую город на песке. Я рисую город на стекле. 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 к песен у вас очень жарко это ваша купаечка рекомендую все-таки на шерстяна я вспотел здесь тепло уютно вот я но я немножко разделусь хоть эта реклама частично на правах рекламы я могу тут все видите все к вашим услугам могут включить и выключить могут вырубить давайте попою еще песню про бомжа спою то что какие-то такие дни рождественские хочется каких-то униженных оскорбленных петь хочет им помочь такое туристические какие-то мысли появляются наш храм помогает многим людям вот я не буду хвататься вот но есть такое в нашем храме песня называется сон бомжа звезды облака я не нужен никому пока снится дом и вкусная еда только так не будет никогда звезды облака звезды облака я не бомж я странник в этом сне я иду по краю житья я забыл все то что нужно мне мне помню только боль она мне помню только боль она тесен мир как старое пальто лестница по краю житья я иду зовут меня никто просто пригласили на обед а и Там, на перекрестке всех дорог Слуги отыскали, говоря Брат, ты голоден, устал, продрог Встань, иди на пир царей, царя Встань, иди на пир царя Мерзнут лужи, звезд, облака Видно, нужен, я пойду Пока Где храм Владимирской иконы Божьей Матери Где неподалеку есть музей Федора Михайловича Достоевского, который жил здесь Здесь на колокольной улице, дом 2, дробь 18 Ну и здесь находится такой магазин Он во дворе, там реклама есть Приходите, ощутите эту атмосферу Может вам что-то здесь пригодится Какая-то одежда Здесь все хорошо, уютно Здесь все хорошо, уютно Продолжение следует...